Адольф Хиреми Хирш Я воспроизвожу Википедию, переводную, не нашу Может быть, иногда не очень красиво звучит текст Адольф Хирш был одним из самых успешных художников Вены Но на фоне Густава Клинта и венских сепаратистов, как их называли Поставили его творческий путь затмения Но тем не менее, какие картины я в интернете нашел И вот сейчас, стараясь вам дочитать до конца то, что я нашел в Википедии о нем Родился в 1860 году в городе Тимешвари Еврейской семьи Вырос в Вене Получил в 1878 году стипендию для обучения в Академии изящных искусств И уже через два года, будучи 20-летним начинающим художником Получил приз за историческую живопись за полотно прощания сцены перехода Ганнибала через Альпу Через некоторое время последовала вторая премия, которая позволила ему посетить Рим В котором он прожил до 1884 года То есть практически 4 года Его опыт в Риме оказал глубокое влияние на его работу Особенно в его предпочтении сцен из древнеримской мифологии и истории Вернувшись в Вену, Хиршель выставил в Риме большое полотно с изображением чумы, написанное в 1884 году У него появились очень многочисленные заказы Он создавал грандиозные сложные композиции исторических или аллегорических сюжетов Его картины удостаивались больших похвал от критиков и знатоков Картины Адольфа не вставлялись по всей Европе И художник достиг пика своей венской карьеры, как написано в Википедии Когда он получил императорский приз в 1891 году Но несмотря на его статус одного из самых успешных художников По мере развития государства и культуры Его работы затмевали более прогрессивные и радикальные картины Густава Клинта Художников венского сепаратистского движения В 1900 году он переехал в Рим Провел последние 35 лет своей карьеры Сделал интерспективную выставку у 70 его работ Она была в 1904 году Стал выдающимся членом эмигрантского художественного сообщества в Риме Был принят в Академию Сан-Лука в 1911 году Очень много работы его утеряны Считается опытным живописом Ее многочисленные рисунки и драпировки углем или мелом В основном считались зарисовками к картинам Его женские обнаженные фигуры Известны своей прямотой и откровенной сексуальностью Умер в 1933 году Похоронен на протестантском кладбище в Риме Ну, собственно говоря, вот, наверное, и все, что мне удалось найти О австро-венгерском художнике Адольфе Хереми Хиршель Возможно, я неправильно ставлю ударение И фамилию его изучает Адольф Хереми Хиршель Смотрите картины Пока-пока, до свидания Субтитры создавал DimaTorzok